Трагедия произошла в воскресенье днём, когда около 40 участников одновременно плыли 150-метровку. 41-летнему рязанскому спортсмену Сергею Фемину стало плохо. За несколько метров до финиша он ушёл под воду. Случилось это на городском озере рядом со спасательной станцией. На спасение утопающего были брошены две лодки, моторная и весельная, и три спасателя. Но быстро подплыть к Сергею не удалось. Спасатели успели троих человек поднять на борт, но, к сожалению, добраться до того человека, который утонул, не было возможности. Потому что перед лодкой находились спортсмены, которые плыли к берегу. Первый, кто заметил, как Сергей ушёл под воду и забил тревогу, была его мама, находившаяся на берегу. Услышав её крики, спасатели и спортсмены начали искать Фомина. Я стоял около берега, смотрел, когда последние пловцы оттуда выплывут. И справа от меня девушки, там женщины, закричали, что ушёл под воду. Ну и сразу первые реакции. Я верхнюю одежду снял и прыгнул в воду, чтобы туда спасать. Председателю спорткомитета вместе с одним из спортсменов удалось найти и вытащить тело Сергея Фомина на берег. Под водой, по словам очевидца, он провёл около 10 минут. Ему сразу начали оказывать первую помощь. Но, увы, врач скорой констатировал смерть спортсмена. Соревнования по кросс-триатлону сразу остановили. Кстати, проходили они в Гусь-Хрустальном уже в седьмой раз. И до этого без происшествий. Представить, что кто-то умрёт на соревнованиях, организаторы не могли даже в самом страшном сне. И мы, как организаторы, наверное, тоже в какой-то роли виноваты. Нужно было как-то предсмотреть ещё возможность спасателей, ещё возможность лоудок, быстрое реагирование, в том числе поиска под водой утонувшего. То есть мы к этой ситуации, наверное, к форс-мажорной именно не были готовы. Сергей Фомин приехал на эти соревнования не один. В триатлоне также принимали участие его жена и сын. Организаторы рассказали, что написали письмо в Федерацию триатлона с просьбой помочь семье погибшего триатлета. Ольга Федина, Евгений Токарев, 6 канал.